В преддверии Китайского Нового Года в отеле Йилдыс состоялось мероприятие, проведенное в гибридном формате, с участием представителей дипломатических миссий Китайской Народной Республики в Центральной Азии. Китайский Новый Год, который в дословном переводе называется «Праздник Весны», с давних времен является главным и самым продолжительным праздником. По мнению жителей Китая, в первый весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ей ростки жизни. В ходе мероприятия Ван Шуан Хуэй, специалист по китайской истории и культуре, осветил историю праздника весны. Участники события активно взаимодействовали с экспертом, задавая вопросы, связанные с традициями и обычаями Китайского Нового Года. Этот уникальный опыт позволил гостям более глубоко понять значение и символику этого важного культурного события. После встречи выступил чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Туркменистане – Тянь Найчен. Цикл новогодних праздниц традиционно начинается в первый же день первого же месяца китайского календаря, который в этом году начнется 10 февраля и закончится праздником фонарей, который наступит на 15-й день празднований. В эту новогоднюю пору большинство китайцев соберутся семьями на свой ежегодный ужин воссоединения. Сегодня я удостоилась чести присутствовать на мероприятии, организованном китайским посольством, в честь праздника весны. Самой важной частью этого праздника является воссоединение всей семьи. Именно в праздник весны вся семья собирается в одном доме и за торжественным праздничным столом отмечает и празднует данный праздник. Хотелось бы выразить огромную благодарность герою Аркадагу и герою Аркадагу Сердару за возможность принимать участие на таких мероприятиях, за возможность расти и развиваться в нашем государстве.